Всегда существует отдельно от музыки. Вот много песен написано на его стихи, но внутри у меня всё время какой-то диссонанс. Я не хочу сказать, что песни плохие, прекрасные, я тоже их пою, но больше нравятся просто стихи. И поэтому я прочту стихи. Стояли они у картины, «Соврасов, грачи прилетели». Там было простое, родное, никак уходить не хотели. Случайно разговаривали, поскольку случилась причина. «Соврасов, грачи прилетели». Хорошая эта картина. Мужчина был плохо одетый, видать, одинокий, из пьющих. Она из небольно красивых и личного счастья неждущих. Её проводил он до дома. На улице было морозно. Она бы его пригласила, но в комнате хаос. И поздно. Он сам напросился к ней в гости во вторник на чашечку чая. У нас с вами общие вкусы в картинах, как я замечаю. Два дня она драила, терла свой угол для скромного пира. Пошла на последние деньги, сиреневый тортик купила. Под вечер осталась одеться, а также открытку повесить. Грачи прилетели, оделась. Семь, восемь и девять, и десять. Семь, восемь и девять, и десять. Поглядывала из-за шторки, всплакнула. Полюбовалась коричневой розой на торте. Себя она не пожалела, а про неудавшийся ужин подумала. Бедненький тортик, вот ведь никому ты не нужен. Наверное, забыл или занят известное дело мужчины. А все же, грачи прилетели. Хорошая очень картина. АПЛОДИСМЕНТЫ Зима, такое время для проведения фестиваля. С одной стороны, хорошо. Барды еще не разлетелись по разным полям и лесам. С другой стороны, это время простуд и гриппа. Исполнители один за другим писали и звонили, что вот отпадают из программы. А мы чуть не плакали. И все-таки есть такие, которые, несмотря на гололед, несмотря на холод, прорвались к нам. Аж из самой Твери. Олег Кирсанов сейчас поет нам песню. АПЛОДИСМЕНТЫ Продолжение следует...